Всем привет! Сегодня мы поговорим о ситуации, когда в топе, в первой десятке поисковой системы, выходит внутренняя страница, а у вас главная. Подписчик канала спрашивает, подскажите, пожалуйста, у всех конкурентов основной коммерческий запрос выдает каталожную страницу второго уровня, а у меня главную страницу. Как делать? Правильно? Спасибо. Здесь очень важное уточнение, а вы в этой выдаче где? То есть, если вы в этой выдаче на первом месте, а все остальные ниже, чем вы, то эта ситуация абсолютно для вас нормальная и, в общем, ничего не трогайте. Если вы ниже, чем те сайты, которые с рубриками, а у вас главная страница ниже, чем они, то я предположу, что вы ниже, чем они не потому, что у вас главная страница. То есть, действительно, когда мы делаем группировку поисковых запросов и распределение их по страницам, мы стараемся сделать так, чтобы на главную страницу попала группа запросов, ну, это принято называть кластер запросов, по которой доля главных страниц высокая. Ну, то есть, по всем или по большинству запросов этой группы топы, ну, первые страницы поисковика заняты тоже главными страницами. Ну, то есть, здесь у нас есть совпадение, и мы туда это все кидаем, и это действительно обычно лучше продвигается. Но мы так делаем не совсем для того, чтобы лучше, ну, в общем, лучше продвигать внутренние страницы, мы поэтому туда ставим внутреннюю. А мы так делаем, потому что если топ забит главными страницами, то туда сложнее будет внутрях закинуть, потому что главная страница обычно мощнее, чем внутренняя, и, ну, по всем фронтам, то есть на нее больше внутренних ссылок, на нее больше внешних ссылок идет, ну, в общем, она как бы такая, плюс проработанная, она обычно более детальна. И в этом смысле мы так делаем, чтобы, ну, просто эта группа запросов, ну, так мордастая, условно, там, где, ну, морда, это так на сленге называется главная страница, вот эта мордастая группа, она просто на другой странице вашего сайта будет очень сложно продвигаться. И мы для этого это туда кидаем. А вот обратная ситуация, то есть, когда наша главная страница, ну, так, по беспределу залезает в те группы запросов, где рулят и держат масть внутренней страницы, там, ну, такой ситуации нет. То есть там, наоборот, главная страница может, ну, немножко потолкаться плечами и занять хорошую позицию, даже если там первые топ-30 заняты сплошным внутриком, сплошными внутренними страницами. Поэтому здесь я бы предположил, ну, на самом деле надо смотреть, но я бы предположил, что, ну, вот имея те данные, которые вы дали, что, ну, не поэтому она находится ниже. Ну, опять же, возможно, здесь тоже нигде не сказано, что она ниже находится. Если выше, то это вообще не проблема, пусть она там живет. Если ниже, я бы посмотрел на то, что внутри этой страницы. То есть проблема будет не в том, ну, не столько в том, что она главная, а проблема в том, ну, может быть в том, что она по-другому структурирована и у нее другая, ну, другая начинка. Ну, например, вы можете загнать вашу главную страницу в текстовый анализатор любой, ну, не знаю, в Мегаиндекс, JustMagic, любой. И у вас эта главная страница будет иметь довольно сильно отличающиеся текстовые факторы, ну, то есть вхождение разных ключей в разные зоны, чем в среднем по топу. И в этом смысле вы будете проигрывать топу, потому что топ уже как-то, ну, более-менее сформирован, поисковик ему доверяет, и здесь вы можете просто по типу страницы и по текстовым факторам не проходить туда. Да, и, кстати, по типу страниц это отдельная история, что вы можете не проходить, ну, как бы по намерению пользователя. Если пользователь хочет посмотреть на конечную страницу, ну, не знаю, товара, например, или посмотреть на более узкую рубрику, а у вас там главная страница, ну, с большим количеством рубрик. Ну, например, у них, у вас страница про все видеорегистраторы, ну, главная, например, и в целом сайт у вас про видеорегистраторы. А в топе, ну, а запрос у вас, типа, видеорегистратор, ну, не знаю, какие там бывают, Шоми какой-нибудь, то есть, ну, конкретного бренда. И у конкурентов там выходят внутренние страницы Шоми. У вас, например, нет страницы такой, или она плохо оптимизирована, или, наоборот, переоптимизирована, поэтому она в топе у вас не играется, и вместо нее вышла главная страница. И это, ну, еще такая вероятная история, что главная страница вышла от безысходности. Как правило, она ранжируется ниже, чем могла бы ранжироваться, но более конкретная внутренняя страница. И в этом смысле вам просто нужно соответствующую страницу заточить, ну, и усилить, усилить и ссылками, и усилить по внутренней оптимизации, либо убрать переоптимизацию, либо, наоборот, добавить туда оптимизации, вхождение ключей, ну, и просто там качество этой страницы, какие-то блоки добавить, продающие дополнительные, ну, в общем, что-то полезное и для пользователя, и с точки зрения вхождения туда ключевых слов. И вот такая история может помочь вам исправить ситуацию. Вот такой, ну, такой, казалось бы, простой вопрос, а, ну, граней довольно много, и много, может быть, вариантов, а почему так происходит. И это может быть как вообще не проблемой, ну, как в случае, если вы уже на первом месте, так и довольно серьезными проблемами, значащими, что у вас там какая-то серьезная история на той странице, которая более отвечает, ну, более качественно отвечает на этот вопрос. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях, приходите на мастер-класс, ссылка в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok